Людмила Никодова и ее сын Никита во второй раз принимают участие в благотворительной акции, организованной Территориальным Центром Социального Обслуживания Населения Московского района города. Несмотря на диагноз сына, у него детский серебральный паралич, мама Людмила старается не пропускать рождественских встреч, поскольку в них чувствуется неподдельная доброта, а также поддержка, которая так необходима особенным детям. Эта акция очень необходима для того, чтобы наши дети, во-первых, были введены в общество, потому что мы редко куда можем выехать, проблемы с колясками. А во-вторых, очень приятно, когда заботятся и помогают тем, кто в этом нуждается. Есть такие слова Расулом Гамзатова, кто в своей жизни не делал добро, тот жизнь прожил зря. Не случайно, что вот эти добрые дела, которые мы делаем, они и знаменатель именно после Рождества, потому что здесь все делают добро. И вот сегодня мы совместно с попечительским советом покажем, как мы относимся к этому мероприятию, то есть к доброте. И еще раз хочу сказать, что давайте делать добро, и оно нам зачтется. В ходе мероприятия 86 многодетных семей, нуждающихся в особом внимании, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также семье воспитывающих детей инвалидов, была оказана материальная помощь в размере более 100 миллионов рублей. Эти деньги – итог благотворительного сбора, в котором приняли участие организации предприятия Московского района по инициативе попечительского совета, представители которого обратились к гостям с теплыми словами и пожеланиями. Самое главное, что я для себя считаю, что собрать деньги – это одно, а другое – это насколько массово и искренне люди в этом участвуют. И я хочу сказать, что действительно очень большая массовость, люди вносят именно свои деньги, пожертвуют для того, чтобы в той или иной степени оказать помощь действительно малоимущим семьям, детям. Если раньше это в основном государство участвовало в профинансировании материальной поддержки, потому что основное здесь, конечно же, материальная поддержка отдельной категории важна, то на сегодняшний день это попечительский совет, то есть это те люди, которые уже, наверное, считают необходимостью внести свой вклад в поддержку таких людей. Это важно. Это важно не только для тех людей, которым оказывается помощь, но это важно для тех людей, которые ее оказывают, наверное, важнее. На материальной поддержке сюрпризы для гостей праздника не закончились. Кроме денежной помощи в рамках мероприятия был организован концерт, главными артистами которого стали ведущие исполнители вокальных и инструментальных ансамблей Московского района. Редактор субтитров А.Семкин